Сибориты и сиборитки, приветствую! Рад видеть вас, лицезреющих меня на экране компьютера. Я продолжу то, о чем говорил в нашей предыдущей встрече. Речь зашла о Йонге, зашла о его ранней работе, которая так и называлась, «Нераскрытая самость». Работа называлась «Нераскрытая самость», а в ней Йонг рассказывал о том, как эту самость можно раскрыть. Чтобы личность состоялась, естественно, она должна достичь каких-то целей, которые сама же перед собой поставит. Цели могут быть разными, они могут быть чисто эгоистическими, личными, какими угодно. Но все-таки Йонг больше рассуждает о иной цели. «Общественно значимая цель», пишет он, «достижима лишь ценой сокращения индивидуальности». То есть, задумайтесь, если ваша цель – достичь чего-то общего, значимого, ну, попробую привести пример, чтобы не быть голословным. Писатель, например, пишет книгу. Что-то его понуждает это сделать. Он что-то узнал, случилось какое-то событие, которое он хочет донести до своих читателей. Он думал, думал и додумался до чего-то такого важного, что просто не может удержаться, чтобы этим не поделиться. Или какие-то другие соображения. На самом деле, это очень сложный вопрос, почему писатель пишет книгу. Сразу давайте отметим такой аспект. Он делает это исключительно ради денег. Не потому, что таких якобы писателей нет, а просто это в юнговскую концепцию не укладывается. Это стоит в стороне от культуры, в стороне от искусства. Это чистая коммерция. А юнг все-таки пытается рассуждать о становлении личности, о обретении этой личностью своей самости. И дальше он приходит к следующему выводу, очень-очень простому. Мы в нашей жизни занимаемся миллионами самых разных вещей. И очень много людей считают, что вот эта суета ежедневная, делание каких-то дел, готовка обеда, вхождение в магазин, сидение на работе и так далее. Да зачем я говорю своими словами? Вот юнг ясно про это пишет. Добывание денег, общественные достижения, семья, потомство. Видите, какие вещи он берет. Все это не что иное, как чистая природа. Но не культура. Культура располагается за пределами природных целей. Ну, кому-то это, конечно, не понравится, но я попробую сейчас объяснить. У юнга есть вообще такое высказывание, правда, из другой работы, более поздней, о том, что человек, или то, что мы называем хомо сапиенс, начинается выше пояса. Точка. Попробую растолковать, что он там имел в виду. То есть, на самом деле, человек-животное, никуда от этого не денешься. И поэтому мы, естественно, выйдя из природы, так и остались частью этой природы. Можно много тут рассуждать о том, как мы ее изменили, эту природу научились на нее воздействовать, приспосабливать и так далее. Когда братья Стругацкие в одной из своих книг вообще скажут, что мы создали вторую природу и сегодня живем в ней, а с той первой потеряли всякие связи. Юнг об этом не говорит, но он признает, да, человек-животное. Ну, например, да, там, кошка любит своих котят, а собака своих щенят. Ну, возьмите другое любое живое существо. Это все инстинкт. И когда человек начинает гордиться этим, то для Юнга это еще не становление личности. Потому что если мать любит своего ребенка, это нормально. Он это не осуждает ни в коем случае. Так оно должно быть. Но выносить это на щит, поднимать, говорить, вот я самость, я личность, я люблю своего сына или дочь. Или там, я не знаю, дочь любит своего отца. Понимаете, все это на уровне инстинкта. Да, мы должны питаться, инстинкт. Мы дышим, это инстинкт. И так же поступает любое животное. Но отличие человека от животного именно в том, и вот именно это имеет в виду Юнг, говоря, что человек начинается выше пояса. Он имеет в виду, конечно, не какие-то другие органы, а голову. Но и здесь он не спешит все в эту голову впихивать, так сказать, под одной какой-то биркой. А то начинается, ну как же, вот я думаю, да, у меня есть интеллект, я хорошо разбираюсь там математики, физики, географии и так далее. Умение думать, конечно, это очень важный фактор. Это нас принципиально отличает от животных, и тут никуда не денешься, и он к этому тоже нигде не отрицает. Но умение мыслить еще не та самая самость, еще не то самое личностное, что может в нас поднять, противопоставить тому социуму, с которым мы вынуждены жить, а все мы живем в окружении каких-то людей. То есть это еще не то, что может дать нам право сказать, «Я состоялся, я личность». Дело в том, что масса поступков в нашей жизни мы совершаем не на логическом уровне, а руководствуясь какими-то другими соображениями, которые на логический уровень мы даже и вынести не можем. Мы вдруг, ну не вдруг, скажем, в каждом из нас, об этом еще Кант говорил, заложен некий моральный кодекс. Скажем, что вот бить другого человека плохо, что вот пойти и украсть плохо. Ну, почитайте 10 заповедей, все вы там это найдете. Ну, в 10 заповедей все это попало не случайно, понимаете? Ладно, религиозные люди сейчас мне скажут это, так скажем, послание свыше, и не надо сюда Юнга подпихивать и прочее. Окей, кто не согласен, не согласен. Но Юнг рассуждает, что все это пришло из человека, все это изначально было в нем заложено и передавалось из поколения в поколение. И вот здесь, и здесь Юнг принципиально отрывается от Фрейда, поскольку произносит фразу, из которой потом вырастает уже вся психология или весь психоанализ юнговский. Он вдруг начинает говорить о коллективном, бессознательном. Если Фрейд высказал идею, гениальную идею, которую никто до сих пор не опроверг и не опровернет, о том, что кроме сознательного уровня в человеке существует еще и подсознательный, не буду сейчас развивать эту мысль, потому что это займет очень много времени, то Юнг пошел дальше. Он заявил, что это не только в человеке, что это в обществе, что это в нации, в народе. И это он назвал архетипом, который передается из поколения в поколение. Тут вам можно привести массу примеров, но я ограничусь минимумом. Мы когда с вами начинаем говорить, например, о каком-то народе, и говорим, вот надвоинственный народ, гордый, вот готов постоять за себя, а другой мягкий, более склонен к каким-то культурным, эстетическим деяниям, нежели воинственный. Я не хочу называть конкретные нации, потому что это кого-то может обидеть и прочее, но то, что это присутствует в каждом народе, я думаю, никто не станет оспаривать. А как это могло получиться? А вот так и могло. То есть Юнг будет утверждать идею, что становление личности происходит не на пустом месте, что на каком-то уровне, генетическом или еще каком-то хотите, происходит передача от поколения к поколению того, что находилось, находится на бессознательном уровне человека. И вот когда Юнг до этого добирается, то он вот пишет такую вещь. Итак, если на основании этих знаний, а это знания, поскольку это не просто голословные рассуждения, увы, накопление этих знаний был вынужден опустить, это очень много времени займет, но если кому интересно, мы к этому вернемся. На основании этих знаний мы придем к допущению, что все категории сознательных содержаний могут также при случае быть бессознательными. Это то, о чем я сказал, да? И в качестве таковых могут воздействовать на сознательный ум, то есть оказывать воздействие на нашу способность логически рассуждать, внося какие-то коррективы не логические, а совершенно другого порядка. То окажемся, то есть мы, перед довольно неожиданным вопросом, а именно, имеет ли бессознательное свои сновидения? Ну, кого-то, может быть, удивит, а что это я вдруг о сновидениях заговорил, и Юнг тоже. Дело в том, что во сне мы, как правило, видим отражение каких-то реальных событий. Но ежели в нас есть еще и подсознание, о котором говорил Фрейд, о котором говорил Юнг, и которое по Юнгу оказывается, может быть, коллективным, то есть архетипическим, передаваться из поколения в поколение, то и оно может видеть свои сновидения. Но о сновидениях, я сейчас говорить принципиально не стану, потому что это нас уведет в такую область, в которую надо погружаться специально, а не так вот похоже. Поэтому здесь я снова остановлюсь, но все-таки подведу кое-какой маленький-маленький итог. Во-первых, я хочу процитировать не только Юнга, а еще и другого автора, которого мы все с вами замечательно знаем. Стремление к чистоте жанра свойственно только так называемым эпигоном. Открыватели и родоначальники в Амбрске смешивают разнородные стилистические и композиционные элементы, оказываясь победителями не по законам вкуса, а по его инстинктивному чутью. Их беззаконные победы потом становятся образцом для новых топ-подражателей. Борис Пстернак. То есть, видите, у Юнга я назвал именно это, когда говорил о том, что человек поступает не в соответствии с нормами, правилами, а от них отрываясь и нарушая эти правила в силу каких-то обстоятельств. Пстернак не говорит о каких именно, поскольку он, ну не знаю, не знаком был с Юнгом или не хотел затрагивать эту тему. А вот мы теперь под пастернаковскую концепцию можем подвести научное объяснение через Юнга. То есть, еще раз подвожу итог, в человеке живет бессознательное, в человеке есть коллективное бессознательное, то есть, нечто архетипическое, доставшееся ему от предыдущих поколений, и оно вносит коррективы в его действия и поступки, а еще оно видит сны, через которые мы можем очень часто эти поступки объяснить. Но вот это объяснение этих поступков через сновидение, которое видит наше подсознание, мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас мы давайте расстанемся и будем ждать следующего раза. А я буду ждать встречи с вами. До свидания.